привет дорогие друзья сегодня у нас особый выпуск мы записываем видео отзыв дорогой семьи татьяна и константина которые решили переехать всего за один день что же я имею ввиду когда говорю переезд всего за один день а то что татьяна и константина была туристическая виза всего на 30 дней что же мы дальше сделали и реально ли это узнаем в выпуске меня зовут карина вальчук и я ведущий специалист агентства по делам иностранца в испании how to spain наши основные направления страхование образование и административные услуги поэтому если ты планируешь переехать с комфортом с кайфом солнечную испанию обращайся к специалистам агентства how to spain они тебе с радостью помогут и подскажут на всем это итак 30 дней на переезд провал или реальность давайте же узнаем подробнее у татьяны и константина мы семейная пара давно вместе давно хотели жить в красивом месте замечательный климатом поближе к морю и поэтому выбрали валенсию ранее приезжали сюда как туристы нам очень понравилось город очень зеленые люди открыты улыбаются и решили переехать пожить хотелось больше возможностей хотелось возможно больше возможности путешествовать мы живем прямо рядом с аэропортом буквально в пешей доступности то есть есть возможность путешествовать буквально на выходные в общем-то везде было хорошо мы по принципу живем хорошо там где мы есть жизнь в испании конечно отличается от той что мы жили ранее она более спокойная расслабленная здесь люди работают чуть-чуть чтобы жить хорошо это очень популярный вопрос у испанцев к нам говорим ли мы на испанском при встрече они спрашивают говоришь ли ты на испанском когда мы отвечаем что мы студенты и говорим только немного люди сразу под нас подстраиваются стараются нас понять говорят чуть медленнее то есть даже наши соседи живущие этажом ниже ряд при любых вопросах обращайтесь вам всегда поможем если что-то надо пожалуйста мы тут давно живем мы все знаем поэтому сказать что нас кто-то обижает нет нам скорее хотят помочь я посмотрел статистику в испании по 10 процентов населения это иммигранты это приехавшие люди и я думаю что испанцы уже привыкли что вы замечательную страну приезжают люди им здесь нравится и они хорошо относятся они действительно хорошо то есть нету такого что они не делят людей на своих и чужих они смотрят не на то откуда ты а смотрят какой ты ну единственная эта сложность это вот отсутствие тишины у них жизнь начинается уже после 8 после 12 ночи до 8 12 хорошо хорошо хоть не до самого утра там они часа в два на три уже сами ложатся вот ну как бы то что мы ходим в школу мы-то рано встаем вот это вот основное а мы переехали по студенческой годовой учебной визе изучение испанского языка мы решили что для жизни в испании испанский нам необходим мы начинали немножечко учить самостоятельно с дуолинго всевозможные ресурсы вот нос выбрали все же студенческую визу как вложение себя я думаю не ошибся в нашей языковой школе у нас в среднем 8 10 человек в группе и у нас есть как ребята совсем молодые 17 18 20 лет так и есть несколько человек тоже на пенсии есть семейные пары есть те кто решили в одиночку группа очень очень разношерстная это не только для молодежи это для всех примерно год назад нам пришла в голову мысль переехать в испанию мы стали смотреть всевозможные программы и у нас были знакомые которые переехали по учебной визе они порекомендовали нам how to spain да мы подписались instagram стали наблюдать и нам показалось что это реально потом мы столкнулись с сложностью с визой визу нам дали всего на 30 дней сначала казалось что это катастрофа что это критически мало то есть мы ничего не успеем и мы ничего не сделаем вот но пообщавшись со специалистами how to spain они нас убедили что мы все можем успеть главное заранее подготовиться мы собрали небольшой пакет документов и приехали и подались меньше чем через две части на десятый день на десятый день мы уже получили положительное решение мы были просто счастливы и мы получили студенческую визу в марте а в апреле мы уже приехали подавать документы а в мае уже начали учиться за два месяца до фактического переезда и за месяц до подачи документов этого времени оказалось достаточно то есть мы собрали со своей стороны небольшой пакет документов а всем остальным занималась агентство искала кто сделать перевод оформляла всевозможные справки заполнял формы то есть мы особенно не вникали мы отдались в руки специалистов у нас наши знакомые которые нам рекомендовали how to spain подавались через агентство а тех кто бы самостоятельно подавался у нас таких кейсов нет вот но сейчас у нас целый целая группа желающих подаваться через потому что мы делимся опытом и рассказываем как у нас замечательно прошло вот люди следят за тем где мы бываем как мы учимся какие у нас результаты услуги агентства при покупке курса были бесплатные не были включены поэтому помощь была безвозмездно да с нами были специалисты how to spain они вели нас полностью от того что взяли нам ситу на подачу документов это сложно поймать ее да то есть мы приехали и забрали готовые пакеты документов уже в нужном количестве с оплаченные госпошлины то есть там такие файлики готовые которые мы там вложили только фотографию паспорт и отправились в полицию для сдачи отпечатков пальцев с нашей стороны нужно было только прийти в нужное время да и заранее нам за сутки мне написали что не забудьте у вас окошечко в полицию а то может вам так хорошо в испании вы и забыли про сроки констандин и татьяна вспомнили про наше пакетное предложение давай я тебе кратко расскажу что это значит у тебя и замечательная возможность инвестировать в себя то есть купить годовой курс интенсивного обучения испанскому языку агентство how to spain и наши специалисты с радостью сопроводят тебя под ключ от самого начала первой консультации и до получения пластиковой карты или если ты уже местный житель и давно наслаждаешься солнцем в испании ты можешь взять для себя курс любой длительности и интенсивности а от нас скидка до 7 процентов дело все в том что изучение языка с носителем очень полезно в том плане что очень часто у нас бывают какие-то слова как говорится с улицы то есть какие-то просторечия какие-то как говорится словечки да и то есть иногда даже мы что-то услышал и спрашиваешь я недопонимаю что это значит да и иногда бывают такие курьезные ситуации когда нам преподаватель носитель очень часто на наши преподаватели уделяют внимание чему что мы вот так говорим у нас вот так принято мы не говорим пор фавор мы говорим порфа мы начинали прямо с уровня 11 то есть вот самых азов из первого занятия с нами разговаривали только на испанском вот сначала было страшно а вдруг не пойму но с помощью жестов каких-то описаний синонимов доносит доносится информации в общем у меня уже а два за два месяца до я считаю именно в такой позе стоят те герои которые выучили испанский и переехали с комфортом если ты хочешь также быть счастлива в испании обращайся к агентству how to spain ну домашнее задание есть да то есть это как бы самостоятельно обучение но необходимо все конечно не проверяют никто вот но самостоятельно обучение но необходимо и задание они после уроков задания они присылают на почту на электрону а испании я поймал себя на мысли что я выхожу утром и понимаю что небо чистое тепло солнечно здорово на следующий день опять тепло солнечно здорово и вот в этом состоянии когда все время солнце ты становишься как-то как-то солнечнее что ли живешь в таком красивом месте и тепло море открытые люди ты все равно перенимаешь эту культуру чаще улыбаться чаще улыбаешься да это достаточно болезненный вопрос нам повезло значит перед поездкой мы готовились и заранее в фейсбуке подписались на большое количество русскоязычных групп и здесь действительно очень много русские валенсии русская валенсия русскоязычные валенсии и так далее то есть очень много групп и в одной из групп я случайно наткнулась на объявление о сдаче квартиры вот мы переписывались агентом к сожалению мы не могли приехать заранее посмотреть квартиру перед тем как ее снимать поэтому мы пришли к решению агент снял для нас видео и мы вот на свой страх и риск принимали решение не глядя только на видео вот и в общем когда мы приехали уже на учебу у нас уже была до одобрена виза годовая студенческая мы встретились с агентом подписали договор получили ключи и сразу остались в квартире то есть нас не было этапа краткосрочной аренды я думаю что нам повезло потому что мы мы взяли то что то что нам нравится у нас оплачено агенту в размере одного месяца и депозит в размере 2 и месяц аренды то есть четыре аренды мы заплатили единовременно это конечно много но бывает и больше вот и сейчас мы просто раз в месяц платим за месяц вперед если ты хочешь с первого раза сделать правильный выбор это однозначно агентство how to spain пиши нам и мы с радостью с тобой свяжемся и подскажем как же ты можешь переехать в валенсию и в испании ближайшее время комната языковой школы это популярная практика для студентов которые приезжают нас очень популярно бывает когда должен кто-то приезжает на месяц поучить испанский то есть это не годовой а вот на месяц курс например во время отпуска или путешествует и тогда на первом этаже у нас школа а на втором этаже сдаются комнаты то есть они прямо живут практически над школой вот это тоже возможно поэтому школа такие услуги тоже предоставляют если совсем сложно они помогут семейная жизнь это работа и на эту работу мы трудоустроились 20 лет назад удивительно что за 20 лет мы бы не достигли карьерного роста конечно это безусловно и ежедневная работа и уважение уважение друг другу я согласна с тем что когда люди переезжают сразу многие какие-то проблемы до становятся как под лупой то есть если была трещина она станет еще больше мне кажется у нас наоборот мы поняли что вот мы вместе против всех вот прямо вместе вместе одним проектом так сказать объединенные сейчас значит метро валенсия проходит акции они снизили цены на 50 процентов до августа месяца и проездной стоит на все виды транспорта 1750 то есть что будет после августа пока сложно сказать какое не примут решение ну пока 50 процентов это будет если они вернут с новую цену прежнюю цену это будет 35 до у нас безлимитный проезд по всем транспорт я считаю что в принципе для такой отличной транспортной системы которая валенсия думаю что это нормально велодорожек действительно очень много валенсии в парке туре и вообще по городу прямо отдельные и когда мы в городе не очень часто видим что когда целыми семьями то есть это здорово сейчас в ленте очень жарко и мы не пользуемся велотранспортом стараемся либо метро под землей там по прохладнее автобусы с кондиционерами ну или тенистыми парками здесь их много весь май наш культурная жизнь мы гуляли по улицам валенсии знакомились новыми местами было очень интересно пройтись вечером по узким улочкам посмотреть погулять в центре зайти в соборы иногда заходили картинные галереи где выставлялись художники и продавали свои картины было очень интересно большую часть документации брала на себя на данный момент how to spain вот мы самостоятельно сходили в администрацию и прописались после приезда в испанию с контрактом мы взяли ситу окошечко в администрацию и назначенному времени пришли и прописались и получили справки о том что мы прописки это было достаточно легко вот сейчас нас ждет получение карточки пластиковой в общей сумме около 35 дней понадобилось для изготовления карточки ну нас собственно так и предупреждали при подаче что это займет около 40 дней мы были к этому готовы когда мы выбирали школу у нас был вопрос как бы мы хотели учиться мы бы хотели больше грамматики больше упражнений или больше разговорной речи больше коммуникативных навыков и мы выбрали эль кармен потому что там главное это говорить самый большой страх это был неподъемно дорогая квартира но квартиру мы сняли за доступные для нас деньги вот на продукты мы считали за прошлый месяц мы потратили 350 евро это продукты из которых мы готовим дома а дома мы завтракаем обедаем ужинаем иногда ходим в кафе на на тапос на вино для семьи из двух человек мы уже вас рекомендуем мы рекомендуем всем потому что для у нас было очень много опасений ну все оказалось гладко легко просто если ты досмотрел до конца значит ты реально заинтересован в переезде в испании и у меня для тебя есть небольшой секрет напиши нам в социальные сети консультация 15 минут и специалист агентства how to spain свяжутся с тобой уже сегодня или в первый рабочий день если у тебя остались вопросы касательно переезда в испании не стесняйся писать их в комментариях или нам лично в социальной сети агентство how to spain царь зверей среди всех миграционных решений если ты планируешь в ближайшем будущем переехать в испанию я тебе искренне этого желаю надеюсь скоро увидимся возможно даже в испании пока пока